всем привет сегодня я вам покажу какими наборами пополнились мои вышивальные запасы наборы эти от компании панна несколько у меня здесь как видите штук такая большая довольно таки стопочка и начну я наверное а вот с этого первого набора я и начну пожалуй и этот набор из золотой коллекции от панны прекраснейший букет роз очень очень красивый я честно говоря даже немного была удивлена что у панны есть вот такой сюжет золотая серия упаковывается вот такие вот пакеты на кнопочках сейчас я чтоб не шуршать пакет открою и посмотрим с вами что находится внутри вот так значительно лучше ничего не отблескивает ничего не режет слух красота невероятная конечно очень красивый сюжет прекрасные розы и я думаю что вышиваются они совсем не сложно этот замечательный букет я приобрела не для себя он пойдет в подарок совершенно замечательнейшему человеку потрясающей женщине надеюсь что она будет рада вышить этот прекрасный букет здесь прямо на обложке обозначено что длина ниток в этом наборе 90 сантиметров то есть панна потихоньку помаленьку переводит ну наверное практически все свои наборы на нитки более длинные нежели были раньше хотя я конечно могу ошибаться может быть не все наборы с такими длинными нитками если кто-то в курсе поправьте меня предполагается что эта вышивка будет размером 27 на 23 сантиметра то есть такой ну средненький для набора размер очень приятных далее у нас идет схема схема крупная чем не нравится панна что схема нет очень хорошая бумага не глянцевая она не бликует схема крупные сейчас посмотрим насколько эта схема большая до достаточно большой формат здесь у нас схема идет крестиковая там крестики полукрестики а далее схема идет уже с бэкстич чем очень это дело удобно потому как не загораживает абсолютно бэкстич крестики то бишь символы которые изображены хотя именно схеме там где бэкстич как бы отсутствует да ты где в основном символы все равно какие-то такие маленькие обозначения бэка есть для удобства до чтобы знать где вообще он есть то есть ориентир схемы великолепный вот пановские схемы мне очень понравились в отличие от риулюса в стенках что же крупные но бывает что поди догадайся где какой символ и где какой на самом деле бэкстич отличная схема классная я думаю что ольге николаевне вышивать будет очень удобно очень удобно просто супер классно далее что у нас есть еще в этом наборе не буду слишком уж там мяч и все остальное все-таки это будет подарок и как-никак канва канва здесь так она здесь какого у нас размера где это посмотреть с обратной стороны не вижу еще тоже не вижу наверное это где-то обозначена уже вот здесь наверное да ниточки орики приятные нитки цельки пастельные оттенки не яркие красивые очень здесь две планшетки даже я пускала полторы одна большая и одна маленькая вот такое чудо всего 30 цветов красота отдельный ключ вот это мне тоже в наборах панна очень нравится что ключ отдельно от схемы и не нужно выискивать выглядывать где-то ты допустим вышиваешь например да вот с этой стороны а ключ находится где-нибудь вообще в другом месте туда-сюда тыркать эту схему либо ее обрезать не слишком удобно очень удобный понятный ключ все крупно все просто отлично это мне очень нравится ну вот какой здесь размер канвы я так сходу найти честно говоря и не могу по виду это скорее всего наверное аида 16 каунта она уже кстати обработана смотрите видимо это вот особенность золотой серии что уже оверложена канва иголочка иголочка гамма естественно здесь также также как и нитки гамма так но все же какой же размер канвы размер канвы здесь я не нашла но я думал что это внимательнее можно будет посмотреть и определить но не крупно это явно не 14 это скорее всего 16 на 18 тоже мне кажется она не тянет вот такая вот красота не в мои запасы вы красота все равно потрогать пощупать посмотреть очень приятно что букет действительно здоровски я уже думаю может быть надо было бы и для себя его приобрести хоть и вышиваем многоцветки мне нравятся такие более реалистичные картины но и этот сюжет очень и очень хорош прям классный здорово ну что ж а теперь посмотрим то что я приобрела лично для себя и один из больших наборов это новогодний сапожок я этот сапожок увидела не знаю даже уже в какое время он так и такой достаточно уже давно вышел этот сюжет и мне понравилось вообще люблю же новогоднюю тему мне вот близко это все и мне как раз на тот момент когда я увидела хотелось еще один какой-либо сапожок вышить очень очень глянулся этот сапог от панны я его видела по моему вышитым на одном из стендов панны ну-ка в каком-то видео они там презентовали и вот с тех пор я постоянно в раздумьях взять не взять вышить не вышить взять и все таки вот я надумала и теперь этот замечательный сапожок у меня есть по большей части у меня сюжеты они знаете такие более как санта-клаус и даже что такое более западное а здесь дед мороз прям такой вот самый что ни на есть наш российский тройка русская до терем тут на заднем плане очень такой интересный сюжет с удовольствием я его пожалуй вышлю для своей дочери у него конечно сапожок есть но он какой-то так скажем не полноценный да я его слепила из того чтобы вам тоже там новогодняя тема но все таки это не совсем то хочется сапожок чтобы был такой вот настоящий полностью вышитой и именно непосредственно для неё также здесь идут уже длинные нитки 90 сантиметровые так сейчас я опять же это все достану не посмотрим что внутри так обложечку убираем вообще нам производитель обещает что размер этого сапога будет 26 на 41 сантиметр не маленький надо сказать вообще не маленький абсолютно но тоже отличная схема правда не перестаю хвалить его схемы у панны отменные также их здесь две два варианта то есть символы по крестикам и отдельно бэкстич но все-таки бэкстич здесь такими слабенькими линиями все равно тоже прорисован очень это удобно также как и во всех наборах подробная инструкция как вышивать что вышивать как стирать как утюжить чем полная полная подробнейшая инструкция на разных языках тоже очень конечно здорово в особенности для тех кто вышивает совсем недолго то только в начале пути и еще здесь так а что их такое это даже еще не вся схема была оказывается ничего себе пока она огромная она просто очень большая да это здесь кусочек схемы верхней и там где должна быть надпись где должна быть написано имя отлично так здесь тоже второй вариант с бэкстич чем да и ключ ключ также отдельный вот он достаточно много цветов здесь и бленды есть и бэкстич разноцветный в общем-то в общем-то неплохо а это получается уже алфавит то есть здесь уже набор не надо свое какое-то нужное имя набирать по клеточкам как я делаю это раньше потому что где-то в диме там получаются имена на английском языке а нужно сделать некоторые буквы перед перевести на русский манер вот сидишь просто в тетрадке по клеточкам рисуешь эти крестики чтобы получилось русский шрифт получился а здесь уже этот алфавит весь есть то есть можно просто вот набирать себе нужные буквы это здорово это здорово так что у нас тут еще есть инструкция по пошиву по сборке сапожка здесь тоже есть причем очень подробная прям по пунктам что в начале что потом тоже очень здорово ну в принципе я сапоги уже шила такие подобные для меня это не составит никаких трудностей абсолютно такая большая пачка канва здесь канва здесь тоже скорее всего 16 каунта мне кажется не крупная на не 14 это точно на 18 вроде бы не тянет хотя может быть здесь данном случае две иглы вложены в набор так что у нас здесь а здесь еще и бисер есть я даже не видела что там бисер интересно где он пришивается так сейчас я ложечку достану и где здесь бисер должен быть скажите мне буду потом по схеме искать наверное это должна быть елка вот здесь где елка там какие-то бисеринки присутствуют и наверное может быть на кафтане может быть нет мне кажется что на кафтане наверное французские узелки еще немного странное лицо конечно у этого деда мороза но я думаю что подправить это будет не сложно на мой вкус так вот такой бисер совсем его здесь немного два цвета так не знаю фокусируется нет видно не видно очень вот так вот по несколько штучек здесь вложено так дальше дальше это алфавит уже не русский да это уже получается английский алфавит уже для всех сделано для всех абсолютно и нитки и нитки ну красота конечно здесь две планшетки получается тоже одна большая одна маленькая планшетка и 32 цвета в общей сложности ну в общем то так не сказать чтобы сильно мало да тем более что еще будут бленды интересно будет поработать не скучно мягкие ниточки конечно все таки мне гамма нравится если бы гамма попадала четко в цвета димси я бы вышивала с удовольствием гаммой не только по ее стоимости конечно потому что она гамма гораздо стоит бюджетнее нежели димси особенно сейчас но и по их качеству мне нитки гамма нравится я вот раньше с удовольствием ими вышивала но сейчас конечно предпочитаю димси просто из-за попадания в цвет и здесь все нитки просто перекинуты через отверстие на планшетках а вот эти два цвета смотрите ка здесь на петельках видимо пропустили изначально потом довешали нитки красота конечно красота ну не скажу что прям яркие сильно нитки но не сказать чтоб они там прям уж совсем были блек вы интересно будет красиво классно ну и дальше дальше стопочка целая наборов я думаю что любители панны их наверное уже даже догадались что это у меня такое это наборы из серии живая картина брошь уж так понравились эти маленькие сюжеты и мне и моим детям да именно детям потому что в первую очередь зацепилась за одной из этих брошек моя дочь за сюжет а потом уже увидел еще и цены конечно но тоже мама мне надо мне обязательно надо ну я с удовольствием конечно порадую и себя и своих детей безусловно такими маленькими это будет не брошь конечно это будут уже такие скорее брелки и значки такой на рюкзачок еще куда-то прицепить будет мне кажется самое то тем более что размер у этих брошек должен получаться пять с половиной на пять с половиной сантиметров хороший такой размерчик первое списке этих наборов замечательная такая маленькая овечка которую уже назвали почему-то долли хотя она здесь значится как овечка дейзи но у нас она уже получила имя долли не знает а видимо дочь где-то уже услышала про рюкзачку долли и вот захотела такую штуку мне очень нравится здесь как-то интересно еще так не взяла ни ручку ничего что пальцами показывать смотрите здесь вышивается получается такими прямыми стежками а здесь как-то вот выходит как будто бы кудряшки вот мне очень интересно как это должно будет получиться когда загляну уже в инструкцию когда начну вышивать конечно первым делом посмотрю что это за стежки такие кудрявенькие здесь конечно же в этих наборах тоже инструкция подробная инструкция как это дело вышивать как собирать как сшивать тут мне кажется даже абсолютный новичок который никогда вообще не связывался не с шитьем ни с чем легко справиться с этой задачей потому что инструкция очень подробно очень все расписано по пунктам все просто отлично здесь идет фетровая заготовка я так полагаю это на задник и основа для брошки то есть принципе здесь уже рисунок то даже нанесен вышивать получается нужно только по верху что конечно же работу значительно облегчает ну вот она даже такая немножко меньше чем я думаю что он чуть-чуть побольше будет такая прям маленькая аккуратненькая красивая иголочка здесь конечно тоже приложена застежка это у нас основа из картона и нитки по чуть-чуть буквально и вот это что у нас номер семь и что это номер семь куда это это вот сюда надо странно что не навешали сразу может быть просто не до навешали а потом уже добавили вот эту бирочку еще одну с нитками не знаю смотрим интересно ладно с этим я более подробно буду ознакомливаться конечно когда буду вышивать вышивать буду обязательно уж очень не мне нравятся эти штучки ну и конечно тоже какие-то инструкция что чего куда и зачем все координаты дальше какая брошка у меня но я наверное уже распаковывать их скорее всего не буду сейчас все потому что в принципе они идентичны по своему содержание единственное что там может быть фетр разного цвета нитки разного цвета ну что само собой разумеется так постараюсь показывать так чтобы не бликовала не отсвечивала это должна быть лисичка в лесу при ближайшем рассмотрении конечно лисичку на там не сильно похоже но я надеюсь что мне удастся проявить творческую фантазию сделать мордочку более похожей на лисичку очень тоже интересный сюжет думаю здорово его будет вышивать далее очень мне понравился этот сюжет просто вот ну да невероятности он не понравился наверное больше всех вообще этих брошек которые только вот я заказала с шарами ну и вышивать его будет тоже очень и очень легко очень красивый да здесь фетр уже он как видно сиреневый красота просто красота еще один набор это как же сын назвал это трейлер по моему он сказал все мам хочу вот такой вот трейлер он выбирал между машинками есть у меня еще и желтая машинка вот такая вот она сразу покажу обе такая вот такая в принципе ему понравилось и то и другое и он это называет почему для меня это вот автобус автобус который там куда-то едет здесь здесь среди леса куда-то едет автобуса для него это трейлер ну тоже видимо видео насмотрелся всяких разных и теперь это трейлер который где-то путешествует тоже интересно здесь будут техника не только гладь здесь и что-то там тип узелков я так полагаю фетр тоже здесь а здесь вообще его а практически не видно чуть-чуть совсем то есть он другого цвета и здесь ярко-желтый красивый тоже будет интересно поработать над этими сюжетами вот такой вот автобусик я уже сделал света горелкиной мне кажется он получился у нее даже лучше чем на обложке очень красиво прям классный автобусик дальше тоже лесная тема также как и лисичка только здесь уже у нас я так полагаю не зналось олень ли кто-то из рогатых тоже довольно интересно вышивается здесь такая техника разнообразная разное направление стежков тоже будет я думаю интересно очень даже интересно фетр 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 здесь не видно вот такая вот красота здорово ну и тоже еще один очень красивый сюжет с маяком вот такая красота должна быть у меня получится здорово все-таки насколько эти сюжеты разнообразные интересные хочется вышивать все даже я со своим преобладанием вышивки многоцветных картин больших более реалистичных но меня вот это вот гладь маленькая так сказать несложная гладь она прям захватила просто-напросто я еще хотела приобрести набор называется оберег в беда он есть в двух вариантах у панны есть вариант в кресте но мне он не очень нравится просто потому что он как-то уж совсем не реалистичные ну по крайней мере вот как для меня а вот вариант в глади как мне кажется значительно более интересный но я как-то вот на его наличие к сожалению никак не попадаю если друзья где-то увидите я естественно картинку вставляю на экран если где-то увидите такой набор от панны именно в глади пожалуйста мне как-нибудь маякните где он есть хотя конечно лучше будет дождаться этого набора на сайте панны так как при покупке с этого сайта можно воспользоваться скидкой скидкой 15 процентов по моему промо коду татьяна борисенко как правильно прописать промо код и ссылку непосредственно на сайт я оставлю под этим видео с удовольствием если появится этот набор конечно воспользуюсь и своей скидкой и сама и дарю можно сказать эту скидку и вам тоже я надеюсь что она вам пригодится потому что все-таки у пана ассортимент довольно большой и можно найти самые разные сюжеты самой разной сложности от совсем примитивных до более сложных да ну хотя бы как например вот эти замечательные роза они уже такие вот посложнее здесь много бакстича не более проработанная такой дизайн есть и гладь есть и крестик и чего там только нету выбор конечно очень и очень большой поэтому друзья если вы хотите приобрести какой-то набор панны пользуйтесь промо кодом и получаете скидку на покупку на сайте панны в размере 15 процентов ну а я такая довольная буду собирать сейчас эти наборы и пока складывать их в шкафчик ну кроме одного кроме одного который я собираюсь вышивать вот в самое ближайшее время во всяком случае очень надеюсь за него взяться но времени сейчас конечно в обрез но эти миниатюрки занимают времени это совсем немного не вышиваются очень быстро поэтому я думаю что возьмусь и справлюсь с этой задачей довольно таки быстро и с удовольствием но не красота ли правда вообще просто прелесть просто прелесть чудо и я не знаю может быть я все-таки сподвигнусь в прошлый раз я вам не показывала данным давно но наверное все таки я сподвигнусь и покажу свои небольшие запасы многоцветных наборов и может быть даже схем меня убедила в этом можно сказать лариса карташова потому как ну были и комментарии от нее и ее последнее видео которое тоже меня очень сильно вдохновила про запасы наборов конечно у нее очень хорошая сейчас коллекция коллекция ст и других многоцветок мои запасы не столь богаты но кое-что все таки есть и надеюсь я все таки смогу выделить себе время и снять такое видео я надеюсь оно будет вам интересно ну а на этом всего вам друзья самого хорошего удачных покупок хорошего настроения хорошей погоды пока пока